Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Атопчик, и сегодня мы вместе с вами поиграем в Core Wars на сервере Galaxid. Перед началом этого ролика я хочу попросить вас поставить лайк на этот ролик, если данная игра вам понравится, потому что данная игра первая на нашем канале, ну точнее ролик по этой игре первый. Я уже немножко в неё успел поиграть и в принципе понимаю, что здесь и как происходит. Поэтому сегодня я надеюсь, что мы с вами будем тащить. Итак, давайте приступать. Здесь у нас находится апгрейд дрели. Собственно, за алмазики мы можем прокачать вот эту вот дрель. Из дреля мы с вами можем забирать ресурсы, тыкая по ней правой кнопкой мыши. И дальше у нас есть вот такой вот Core. Это, ну, словно как яйцо, которое надо бить, дамажить, и тогда мы с вами сможем выиграть. В этой игре, соответственно, уже кому-то Core этот, получается, уже снесли. Ну что же, кому-то я соболезну. Мы давайте-ка его застроим. Да, его можно застраивать вот таким вот образом. Поэтому мы этим сейчас и займёмся. Я думаю, всё, мы всё застроили. Теперь дальше снова лутаем ресурсы. С ресурсами тут вначале достаточно большие проблемы. И давайте достроимся до алмазиков, залутаем два алмаза, прокачаем нам генератор. Ну, правда, вот где алмазы здесь, я не вижу всё, вижу алмазы. Ну, давайте строиться туда тогда, к этим алмазам, потому что ресурсы — это залог успеха. Четыре алмаза мы с вами залутали, несём их, собственно, на базу и прокачиваем нашу дрель. Всё, дрель прокачана. Это у нас как мини-тайкончик получается такой. И давайте купим себе, во-первых, меч, и во-вторых... 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 Что происходит? Никого тут нет, никого тут нет. Показалось то, что кто-то есть. Так, заберём снова ресурсы, купим блоков. И пойдём на центр лутать изумруда. Я думаю, то, что в этом будет достаточно большой смысл также. Ну и плюс я вам, собственно, про эту игру расскажу. Как я, собственно, попал на сам сервер Galaxid? Да, собственно, это долгая достаточно история. Мне нечего было снимать, уже надоело снимать игварс. И я такой, блин, а чё ж снимать? Вот. Ну и решил просто по первым попавшимся серверам позаходить. И, собственно, не поверите, ребята, но мне все эти сервера понравились. Так, на центре у нас вот такие вот дефендеры, которых мы на себя агрим. Бежим, ставим вот так вот столб. И вот так вот давайте... Блин, надо, чтобы он к нам подошёл, короче. Чтобы мы смогли его бить. Вот, вот так вот, да. Да что ж ты такой инвалид-то, а? Вот сюда иди. Иди сюда, говорю. Место плохое я выбрал. Всё, вот. Вот это место суперское. Убиваем его здесь. И мы с вами получим, собственно, то количество ресурсов, которое внутри него есть. Сейчас таймер выйдет. В нём семь, соответственно. Из думруду фы можно его прибить. Дальше давайте заагрим на себя вот этого дефендера. Успел всё-таки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну что же. Успел. Да чё ж ты не побежал со мной, а? Разит. А, ну его можно, конечно, вот так вот убивать. Но это весьма проблемно. Потому что он может нас очень легко прибить. Потому что он у нас намного сильнее. Так, давайте колотить его дальше. Вот таким вот образом. Восемь получили. Побежим дальше по кругу. Полутаем остальных. Не хватает мне. Не достаю. Что ж, ладно. В таком случае. Подходим, бьём. Встаём. Ну и, собственно, начинаем колотить. Сейчас поколотим его. И подождём, я думаю, секунд 15. Чтобы у него десятый последний изумруд накопился. Кстати, когда накапливается десятый изумруд, то таймер больше не идёт. И количество изумрудов больше не увеличивается. Вот. В нём максимум 10 штук может находиться. Наверху мы видим время до конца игры. И также мы наверху видим состояние здоровья нашего яйца. Ну, не яйца, а типа кора вот этого. Не успел. Ясно. Убегаем. Встаём сюда. Иди сюда. Да иди сюда, паразит, господи. Вот всё, подошёл наконец-то. Давайте вот сюда ещё простроимся. Второго сразу заагрим. А второго бесполезно агрить. В нём всего два. Так, ну что ж, бьём. Всё, готово. Всё. Дальше можно, в принципе, наверное, двигаться на базу. А какого я цвета? Я оранжевый. Оранжевый, оранжевый. Ищем наш оранжевый путь. Я уже не помню даже, откуда я сюда пришёл. Всё. Осознал, откуда я пришёл. 35 мы с вами залутали. Да ты паразит. Ты просто паразит. Наше яйцо, значит, снёс. Ну беги, беги. Ты зря сейчас со мной не стал драться, потому что... Но если бы стал, ты, может быть, меня ещё и выиграл бы. А так я покупаю защиту. Я покупаю меч. И меня вынести теперь становится невозможно. Так, чё ещё в апгрейдах мы можем с вами купить? Это я вообще не знаю, что такое. Экстра жизни. Давайте купим экстра жизни себе. Дальше. Блоков надо бы купить, потому что они у меня закончились. Ну, благо... Железа хватает. Всё, его я прям много закупил. Ну и плюсом давайте купим... А можно ещё экстра жизни купить? Ну, я не знаю, купились они у меня или не купились. Надеюсь, что купились. Собственно, кирочку. И вот так вот надо, короче, взять. Stone Toolkit. Давайте вот так ещё возьмём себе. Почему нет бы? Можем, так сказать, позволить. Всё. Вот. Вот таким вот образом. Дальше у нас осталась зелёная команда. Внизу я смотрю, если что, сейчас. И розовая. Вот вопрос. Куда же мы сейчас пойдём? Кого же мы выносить собрались? Ну, конечно же, ребята, розового. Потому что этот тип очень сильно мне успел помешать в развитии. Ну, как помешать в развитии? В развитии-то он мне не помешал. Он просто как бы корму и сломал. Это плохо. Бесполезно, товарищ. Во-первых, ты меня как-то странно бьёшь, но тебе это не поможет, конечно. 17 Core Pies. Что это значит? Core Pies. Что это такое, господи? Ладно, не понимаю. А вот у нас и розовый, похоже. А, всё, розового нету. Значит, остался у нас только зелёный. В таком случае ищем зелёного. Где этот зелёный паразит? Где он? Блин, я не хочу сейчас по кругу бегать и искать везде этого зелёного. Где зелёный? Ещё и поджёгся. Вот, зелёного я, похоже, нашёл. Зелёного я, похоже, нашёл. О, да. Зелёный у нас вот. Ай-яй-яй. Нет, не нравится мне там сидеть. Всё, этого мы снесли, чувачка. И дамажим ему Core, соответственно. Всё, Core мы ему снесли. Ну и, соответственно, тебя мы сейчас тоже добиваем. Да стой, подожди. Ну давайте так, если он меня сейчас не будет бить, но он меня бьёт. Я хотел предложить ему честно сразиться. И в итоге, Атопчик побеждает в новой для себя игре. Ребята, если эта игра вам понравилась, признаюсь честно, мне она понравилась очень, то, конечно же, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. С вами был Атопчик, я желаю всем удачи и услышимся совсем скоро. Всем пока-пока, народ.